Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» предлагаем вашему вниманию размышления, наблюдения и советы преподобного Паисия Святогорца на очень важную и, наверное, всегда актуальную тему. Любят сейчас люди говорить о безопасности, заботятся о безопасности. Безопасность – это достаточно актуальная тема, особенно в наше время. И вот преподобный Паисий Святогорец в первом томе своих бесед как раз обращает внимание на самое главное в этом вопросе. Давайте послушаем и задумаемся. «Мир сегодня заполнили разного рода «безопасностями», но, будучи отдаленным от Христа, он, мир, чувствует величайшую беззащитность. Ни в одну эпоху не существовало такой беззащитности, как у современных людей. И поскольку человеческие безопасности им не помогают, они бегут на корабль церкви, чтобы почувствовать себя в духовной безопасности, ибо они видят «мирской корабль пошел ко дну». Однако, если такие люди увидят, что и в корабль церкви сочится вода, там заняты духом мира сего, а духа Святаго нет, тогда люди отчаиваются, поскольку после этого им не за что больше ухватиться. Здесь преподобный Паисий Святогорец, как и во многих своих наставлениях, так или иначе возвращался к вот этой теме очень опасного мирского духа. Когда люди верующие пытаются, чтобы угодить или чтобы быть более понятными, идти в ногу со временем, стараются со светскими людьми говорить не только на их языке, но и принимают мирские обычаи в ущерб священному преданию церкви, в ущерб священному писанию. И вот здесь как раз и обращают внимание преподобный Паисий, что таковые люди, люди, ищущие безопасность, когда приходят к церкви и видят, что и на корабле церковном заняты духом мира сего, то есть потворству миром, то тогда им уже не за что больше ухватиться, они приходят в отчаянии. «Мир мучается, погибает, и, к несчастью, все люди вынуждены жить среди этого мирского мучения. Большинство ощущает великую оставленность, безразличие, особенно сейчас, ощущается повсюду. Людям не за что удержаться. Прямо по пословице «утопающий хватается за собственные волосы», то есть утопающий ищет же, чтобы ухватиться, как бы спастись. Корабль тонет, имеется в виду мирской корабль, корабль вот этого мирского мудрования, мирских всевозможных безопасностей. А кто-то, желая спастись, хочет ухватиться за мачту. Он не думает о том, что мачта пойдет ко дну вместе с кораблем. Он хватается за мачту и тонет еще быстрее. Я хочу сказать, что люди ищут обо что бы им опереться, за что ухватиться. И если у них нет веры, чтобы опереться на нее, на веру в Бога, если они не доверились Богу настолько, чтобы полностью на Него положиться, то им не избежать страданий. Доверие Богу – великое дело. Переживаемые нами годы очень трудны и очень опасны, но в конце концов победит Христос. Вот такой вот с надеждой, очень такой вот позитивный взгляд преподобного Паисия на переживаемые нами годы и на то, что будет впереди. Вот увидите, с каким уважением люди будут относиться к церкви, лишь бы только мы, христиане, жили правильно. Люди поймут, что иначе ничего хорошего не выйдет. Да, не удивляйтесь, наши политические деятельности признали свое бессилие и подняли руки вверх. Ко мне в Калеву пришли как-то несколько политиков и сказали, монахи должны идти в мир на проповедь, просвещать людей, иного выхода нет. Какие нелегкие годы, если бы вы только знали, до чего мы дошли и что нас ждет впереди. Напомню, дорогие друзья, что все вот эти беседы преподобного Паисия как раз были произнесены в самом конце 80-х, начало 90-х годов, когда все вот эти нестроения в мире только, можно сказать, начинались. Святой Арсений Каппадокийский читал 28-й псалом о тех, кто терпит опасность в море. А я, говорит преподобный Паисий, читаю его, 28-й псалом, и говорю, Боже мой, ведь уже и суша, то есть весь мир, стал опаснее моря. Люди духовно тонут в мире. Когда ко мне приходят люди, разуверившиеся в жизни, я читаю им 93-й и 36-й псалом. Обратите внимание, дорогие друзья, на слова 93-го псалма. Очень было бы неплохо, есть такая хорошая традиция, псалмы Давидовы разделить в таком тематическом смысле, как их преподобный Паисий разделил, и читать их по необходимости, когда какая-то нужда. И вот как раз, когда люди разуверились в жизни, когда у них отчаяние, тревога, читайте 93-й и 36-й псалмы. «Бог отомщений, Господь, Бог отомщений, не обянулся есть, вознесись, осудяй земли, воздашь воздаяние гордым. Люди твои, Господи, смириша и достояние твоя злобиша, и бысь мне Господь прибежище, и Бог в помощь упования моего». Эти священные слова весьма утешают душу. «Если бы несчастные люди бросили хоть один взгляд на небо, то многое бы изменилось. Но сегодня люди о Боге не думают. Поэтому старание помочь им духовно не находит в самих людях отдачи. Ты не можешь прийти к ним к взаимопониманию». Неоднократно и в других местах преподобный Паисий возвращается к вот этой теме, что желание помочь духовно людям не находит у людей понимания. Почему? Потому что как бы нет общего знаменателя, невозможно как бы мостик его душе построить. Люди не уповают на Бога, даже взгляд на небо не поднимают. Поэтому даже преподобный Паисий говорил, что такое одержимость. Одержимость – это когда ты не можешь прийти с человеком к взаимопониманию. Ты предлагаешь ему духовные средства решения его, как духовных, так душевных, так и физических проблем, но он тебя не понимает. «Я постоянно прошу Бога, – говорит преподобный Паисий, – явить миру добропорядочных людей, христиан, чтобы они помогали остальным. Пусть даст Бог таким добропорядочным христианам многое лет о жизни. Давайте молиться о том, чтобы Бог просветил мир, и появились другие люди. Не такие, как те, кто сегодня разрушают мир, а новые, чистые. Будем просить Бога, чтобы появились новые маковеи. Молодым может не хватать опыта, молодым, но у них нет лжи и лукавства. Давайте просить Бога, чтобы Он просвещал не только тех, кто принадлежит к церкви, но и тех, кто находится у власти, чтобы они имели страх Божий и были способны сказать просвещенное слово. Власть, поддержащие одним лишь просвещенным словом, могут в два счета изменить положение дел в мире, а одним бестолковым словом могут разложить целое государство. Доброе решение – благодеяние миру, а дурное решение – катастрофа для него. Беда людей не только в их материальных нуждах. Обратите внимание, как преподобный Паисий обращает внимание. Ведь большинство людей думают, что вся беда и проблема – это только в отсутствии каких-то материальных средств или в материальной нужде. Он говорит, беда людей не только в материальных нуждах, не только в том, что им нечего есть, они и терпят лишения. Их духовная беда намного страшнее. Молитва очень поможет тому, чтобы Христос дал людям немного света. Когда Бог просвещает некоторых людей, то само зло постепенно падает в цене, не находит себе спроса. Потому что зло не Бог разрушает, нет, оно, оно зло, разрушает само себя. Придет время, и все встанет на свои места. Я вижу, что многие из тех, кто занимает какое-то высокое положение, понимают, что происходит. Им больно, и они сражаются со злом. Все это доставляет мне особую радость. Вот так рассуждает преподобный Паисий Святогорец о всевозможных современных безопасностях и на самом деле о беззащитности людей. И обращает внимание, что необходима молитва. И призывает, чтобы молиться о том, чтобы Бог просветил людей, чтобы появились новые люди, которые способны к созиданию, к укреплению и к тому, чтобы вести других к Богу. Давайте над этим задумаемся, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok